На самом деле в этом ряду растет всего одно дерево, точнее много клонов одной и той же сосны. Все они идентичны между собой по генетическим признакам. Всего же на этой территории произрастает 28 таких рядов. Вечная молодость это не фантастика. Всемирно известная овечка доля была отнюдь не первым клонированным существом. Опыты по созданию точной копии растений, деревьев, отечественные селекционеры начали проводить еще в середине 20 века. Сейчас на территории Самарской области выращивается порядка 140 клонов сосен. Черенки отбираются следующим образом. У нас специально люди были, которые залезали на эти деревья и собирали эти черенки. Эти черенки прививались на осенцы в теплицах. В Самарской области сейчас около 180 хвойных деревьев, генофонд которых считается особенно ценным и сохраняется с помощью клонирования. Отличить родительское дерево от клона можно по цвету коры у деревьев, выращенных искусственным путем она светлее. Также они примерно на 15% выше и шире в обхвате. Одновременно селекционеры проводят опыты по выведению улучшенных семян, которым будут не страшны погодные катаклизмы и болезни. Если мы будем полагаться на естественный отбор, то есть Боженька дала дерево, Боженька завтра дала им болезнь, выживет или не выживет, это одна страна медали. А наша задача заключается, что мы должны создавать, помогать природе такие насаждения, чтобы если даже случаются какие-то чрезвычайные ситуации, чтобы оно справлялось. К 2018 году каждые 8 из 10 семян будут улучшенными, обещают в департаменте лесного хозяйства.